Андрей Молчанов и каждый, кто сделает репосты этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, она у вас прямо перед глазами, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Запуск мы только начали, место еще в вагон, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы не было, опять же, как вот сейчас мы сериальный курс закрыли, набор, каждый день я напоминал, сколько мест осталось, и когда закрыт, тут же мне начали писать, а вот, а можно, а можно, да, вот сейчас можно. Также, друзья, я напоминаю, что с 1 по 10 у нас будет онлайн-курс самодисциплины для писателей и сценаристов, тоже настоятельно рекомендую всем принять в нем участие, и мы продолжаем сегодня очередное занятие нашего с вами года радости. Если вы смотрите меня в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, вы, те, кто проходил год, первый наш курс практической магии, два года назад, я уже так делал подход к этой теме, но сегодня мы ее немножечко, немножечко по-другому развернем, и именно в контексте радости. Вот смотрите, вообще, погружаясь в тему счастья, счастье – это цель человеческой жизни, то есть то, что является целью человеческой жизни, это и есть счастье, да, то есть мы стремимся, счастье – это и есть то, к чему мы стремимся, да, соответственно, мы стремимся к чему? К чему мы стремимся к счастью? Однако, очень часто бывает так, что если мы начинаем стремиться непосредственно к счастью, да, непосредственно к тому, что доставляет нам удовольствие, мы именно счастье-то и не получаем, оно от нас ускользает. Вот, и здесь есть определенная ловушка, то есть тут все не так просто. И очень часто именно из-за этого, именно из-за вот этой вот наличия этой ловушки, люди говорят, что счастье на самом деле не в том, чтобы стремиться к достижению какой-то цели, а в том, чтобы просто жить, в том, чтобы быть просто счастливым, просто чтобы быть в моменте. Что не так с этой ловушкой? Дело в том, что не так то, что если вы просто живете без целей, мне случалось видеть людей, которые, что называется, делали такой выбор, буду просто жить ради удовольствия. Ну, это путь к деградации, это путь к разложению, это путь к несчастью. И в итоге, да, человек начинает просто повторять действия, которые приносят ему удовольствие, ну, условно, пить, курить, играть в игры, заниматься сексом, да, и так далее, и так далее, да, происходит очень быстро насыщение, пресыщение. И если человек идет до предела, до конца в этих наслаждениях, то он приходит в итоге к самоубийству, да, то есть выгорание настолько сильное и бессмысленность настолько сильна, что человек просто как бы теряет полностью смысл жизни. А ошибки бывают в выборе цели, другая крайность, да, когда вы выбираете, вам все равно, какую цель, вы просто начинаете стремиться к какой-то цели. Заработать больше денег, миллиард заработать, миллиард заработали 10 миллиардов, 100 миллиардов, 1000 миллиардов, да, и вот это как бы такое бессмысленное, бессмысленное, невротичное такое наполнение некой бездонной ямы, бездонной дыры. Тоже ни к чему хорошему не приводит, тоже приводит к выгоранию и тоже в итоге приводит к некому самоуничтожению. Мне очень часто, в этом смысле, очень часто люди используют выражение такое «у самурая нет цели, только путь». Я его терпеть не могу, честно говоря, и меня прям каждый раз дергает, когда я его вижу, по очень простой причине. У меня сразу же возникает вопрос, да, то есть, а ты, братец, что, самурай? Да, то есть, если ты считаешь, что вот у самурая нет цели, только путь. Ты самурай, да, то есть, человек самурая представляет в виде какого-то такого сумеречного рыцаря в халате с длинным хвостом на голове, с длинным мечом кривым за плечами, да, который куда-то идет одинокий в метель. Ну, друзья, нужно, во-первых, понимать, что самурай – это вообще-то слуга, да, то есть, самурай становится самураем в тот момент, когда у него появляется господин, когда у него появляется даймю, да, аудай, и в этом случае, да, становится понятно, почему у него нет цели. Есть только путь, по которому он идет, да, потому что его цель, она аудайма, аудайма ему говорит, что является твоей целью, то есть, самурай, у самурая нет цели просто потому, что у него нет выбора, ему цель дает кто-то другой, а аудайма какая цель? Аудайма цель служить сёгуну, у него тоже своей цели нет, то есть, он дает цель самураю, а своей цели у него нет, ему цель дает сёгун, а у сёгуна какая цель? А у сёгуна цель – служить императору, у него тоже нет своей цели, он дает цель даймю, даймю дает цель самураю, а сёгуну цель дает император, а у императора какая задача? Ну, поддерживать существование империи, все, у него тоже нет цели, ему цель дает небо, вот, и так получается, что ну его нафиг быть самураем, если вы хотите, это нормально, да, если вы хотите быть как бы, быть слугой, да, если хотите достигать чужих целей, ну, окей, вперед. Индустриальная эпоха в этом смысле дает очень много разнообразных механизмов для того, чтобы превратиться в самурая, вы идете, устраиваетесь на работу куда-то, получаете зарплату, растете по карьерной лестнице, да, и, пожалуйста, вот у вас будет свой даймя, у него есть свой сёгун, у него есть свой император, вот, и служите, достигайте, достигайте целей чужих, да, то есть вот есть Илон Маск, да, у него есть какие-то цели, которые тоже ему, на самом деле, тоже есть люди, которые ему эти цели ставят, и это, кстати говоря, прям видно те ситуации, когда он пытается самостоятельно себя вести, ему очень быстро указывают на то, на его место в иерархии, и, соответственно, вот это, эти структуры и индустриальные эпохи, да, в них можно встраиваться, они дают какую-то возможность существовать, но дело в том, что мир меняется, мы вовсе не обязаны быть самураем, да, то есть мы наша, вернее, не то, что наша задача или наша цель, у нас есть возможность не быть самураем, у нас есть возможность иметь не только путь, но и цель, более того, я бы так сформулировал, что, да, достижение цели не сделает вас счастливым, вообще наличие цели не сделает вас счастливым, но отсутствие цели и отсутствие движения к этой цели, оно совершенно точно сделает вас несчастливым, то есть наличие цели – это условие для счастья необходимое, но недостаточное, нужно, нужно что-то еще, и вот что мы с этим будем вот в течение этого года разбираться. Так, у меня чуть-чуть звук пропал. Понятно ли эта мысль? Вот это прям очень важная вещь, да, что у самурая нет цели, только путь, да, а у вас может быть и цель, может быть и путь. Выходите, уходите из самураев, идите, ставьте цели и идите к ним своим путем. И, соответственно, да, наличие цели не сделает вас счастливым, но отсутствие цели, отсутствие движения к цели гарантированно сделает вас несчастным. Понятно ли эта мысль? Напишите в чате. Если понятно, напишите понятно, если есть вопросы, то напишите ваши вопросы. Хорошо, понятно. Значит, меня слышат. Идем дальше. Идем дальше. Нет единственно правильной стратегии достижения цели на все времена. То есть нет такого, что вот можно найти какую-то книжку, где указан прям план, что делать для того, чтобы добиться успеха в любой области. Более того, на разных этапах движения к цели, с разными целями мы применяем разные стратегии. Просто вот не действия разные, а прямо стратегии разные применяем. И постепенно мы научаемся выбору этих стратегий. Но для начала нужно научиться хотя бы различать эти стратегии и сознательно их применять. И вот для того, чтобы достичь цели на высшем уровне, вот когда мы уже приближаемся к цели, и тогда, когда мы начинаем достигать каких-то масштабных и сложно сочиненных целей. Очень часто на этом высшем уровне достаточно сделать какое-то одно единственное действие, один единственный выбор, условно говоря, один какой-то телефонный звонок. Один раз слово «да» сказать или слово «нет», и вы получаете результат. На среднем уровне нужно делать определенную последовательность действий в определенном порядке, которую тоже еще нужно найти. Как правило, она на дороге не валяется, эта последовательность. А на начальном этапе нужно регулярно делать какое-то одно повторяющееся действие. И в идеале, чтобы это действие не просто приносило одинаковый результат, то есть хорошо, если оно приносит результат, а чтобы приносило к накоплению результата. То есть что вы делаете, условно говоря, не просто пишите текст, например, я про тексты буду говорить, да, например, вы пишете текст, заметку в газету. Вот вы написали заметку, получили 100 долларов, гонорар, и как бы все. Дальше пишите следующий текст, получаете следующие 100 долларов. То есть вы делаете какое-то регулярное действие, получаете регулярно какой-то результат. Или вы пишете, например, пьесу, и дальше эта пьеса вам регулярно всю вашу жизнь приносит деньги. То есть происходит накопление результатов. Вы написали там 20 пьес или 20 романов написали, 20 книг, да, и эти 20 книг, каждый из этих книг дальше всю вашу жизнь вам, вас кормит, приносит вам всю жизнь какой-то результат. Дальше может быть накопление, накопление результатов, да, то есть условно говоря, если вы занимаетесь продажами, можно каждый день делать продажу, да, можно каждый день искать нового продавца, да, а можно каждый день искать нового человека, который будет находить вам продавцу, да, то есть я понятно, что упрощаю, да, но в этом случае это может медленнее происходить, но в итоге это приведет к экспоненте, экспоненциальному росту. У меня была такая история, когда у нас как-то в журнале «Крокодил», где я был главным редактором, у нас издатель решил устроить такое соревнование между двумя потенциальными главными редакторами. И вот мой коллега, хороший профессиональный журналист, он просто не то, что не напрягался, он хорошо много писал, я тоже хорошо много писал, мы готовы были там, каждый из нас был готов писать номер целиком. И вот он так и делал, то есть он сидел в редакции и две недели он готовил свой номер, две недели я готовил свой номер, вот, и он сидел и просто писал его от первого до последнего, да, под двадцатью псевдонимами. А я вместо этого ходил и искал новых авторов и договорился с новыми авторами. И поначалу, да, пока с новым автором договоришься, пока объяснишь, что надо, пока все это самое, поначалу он выглядел гораздо более убедительнее, чем я. Через два-три месяца он сдох, да, то есть он уже был полностью выжат, уже ничего не мог написать, а у меня к этому времени было там 20-30 классных авторов, которые прекрасно делали весь журнал. Ну и я стал в итоге главным редактором, да, то есть это я делал действие, каждый день я встречался с новым автором, да, которое постепенно увеличивало результат, а не просто там сидел и писал заметки. Понятно ли это мысль, что на высшем этапе мы делаем какое-то действие, на среднем этапе мы делаем какую-то последовательность действий, на начальном этапе мы делаем какое-то одно повторяющееся действие. Если понятно, напишите понятно, если есть вопросы, то задайте вопросы. Дальше. Есть такой автор, которого зовут Джим Коллинз, он написал четыре книги, одна из них в соавторстве. Я рекомендую все эти четыре книги прочитать. Первая – «От хорошего к великому», почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. Вторая книга – «Как гибнут великие и почему некоторые компании никогда не сдаются». Третья – «Построенная навечно», успех компаний, обладающих видением. И четвертая книга написана в соавторстве с Мортеном Хансеном «Великие по собственному выбору». Честно скажу, что я очень люблю все эти четыре книги, особенно последнюю, при том, что есть довольно убедительная критика этой его концепции. И вплоть до тех примеров, которые он приводит, они в некоторых случаях опровергнуты. Но это не опровергает, частные случаи опровержения примеров, не опровергает концепцию. Поэтому многие из их концепций, они мне близки. И вот одна из этих концепций – это концепция 20-мильного марша, про которую я как раз рассказывал два года назад. Еще раз расскажу, но просто мы сейчас немножко развернем в другую сторону эту историю. Итак, в ноябре 1911 года к Южному полюсу отправились две экспедиции одновременно. Британца Роберта Скотта и норвежца Рольда Амундсена. Команда Амундсена придерживалась четкого плана. Она проходила каждый день одинаковое расстояние, независимо от погоды. 20 дней. Команда Скотта шла целый день в хорошую погоду, а в плохую вообще не выходила из пола. В итоге Амундсен достиг Южного полюса 14 декабря и благополучно вернулся домой. Скотт и его команда пришли на полюс только 17 января 2012 года, месяц спустя. На пути обратно они исчерпали силы и погибли. И вот эта история, история покорения, там еще у Скотта разные были ошибки, но самое главное, ключевая. У команды Амундсена был план. Вот мы идем 20 миль в день. Хорошая погода, плохая погода, мы идем 20 миль. Если погода хорошая и можно пройти 60 миль, мы все равно идем 20 миль. И пройдя 20 миль, мы останавливаемся, ставим лагерь и останавливаемся. То есть они могли управлять своим прогрессом. Команда Амундсена, она поставила себя в зависимости от погоды. Хорошая погода, мы идем 60 миль. Плохая погода, мы вообще никуда не идем, останавливаемся, сидим и горюем. И вот, собственно, Коллинз и Хансен, они проанализировали 7 компаний, которые на протяжении десятков лет делали результаты в 10 раз лучше конкурентов. И оказалось, что одним из ключевых факторов их успеха была дисциплина соблюдения вот этого, что называется, метафорически выражаясь, 20 мильного марша. То есть они выбирают одну стратегию, они долго ее подбирают, и потом ее выбрав, они действуют каждый день, чтобы реализовать эту стратегию. Не отвлекаясь ни на какие новые возможности, не отвлекаясь ни на какие тренды. То есть, если возникали благоприятные времена, они не давали себе возможность расти слишком быстро. То есть они не использовали возможности, они росли по своим планам. В периоды кризисов они не паниковали, опять же, продолжали делать то, что они делали. И вот они назвали, Коллинз и Хансен, назвали эту стратегию 20-мильным маршем. То есть они представили, что два человека решили пересечь США. Один бы проходил 20 миль в любую погоду, а другой бы шел только в хорошую погоду, но по 40-50 миль. И вот по их расчетам второй человек, скорее всего, так и не пришел к цели. И вот то, как двигался Амундсен к Южному полюсу, это и был 20-мильный марш. Я приведу один из примеров. Они 7 примеров разбирают. Если интересно, найдите книжку, прочитайте. Она хорошо переведена, легко доступна и рекомендую с ней ознакомиться. Вот они приводят пример. Один из примеров South West Airlines. 1971 год. Компания американская авиакомпания. Это третья по величине компания в Америке в настоящий момент. Они поставили перед собой цель создать новый тип культуры компании и получать прибыль каждый год. То есть, это на самом деле не такое очевидное ограничение. Потому что, например, Amazon, они годами существовали без прибыли. Tesla, все крупные компании, они легко совершенно вылетают в убытки. Эти поставили цель. Мы получаем прибыль каждый год. И пусть немного, но каждый год. И вот стратегия медленного поступательного развития. Первую прибыль они получили в 73-м году, 71-й год основания. Вернее, 71-й год вот это стратсессии. Я не знаю, когда они были основаны, может быть, раньше. И дальше они постепенно, постепенно, постепенно наращивали темпы роста. То есть, они росли строго по своему плану. В 79-м году они обслуживали 60 городов по всей территории США. Выполняли 300 тысяч рейсов в сутки. Да, кстати, они работают только по штатам. И в 86-й год 13 миллионов перевезенных пассажиров в год, 79 самолетов использования, 6 тысяч сотрудников. В 89-й год рекорд по выручке заработали 1-й год. И на сегодня эта компания крупнейшая в мире по количеству перевезенных пассажиров low-cost. То есть, это дешевая авиакомпания. И 17-й год годовая выручка составила 19 миллиардов. И они могли бы расти быстрее. Они могли бы на международные рейсы раскинуться там и так далее, и так далее. Да, могли бы запустить дорогие рейсы. Да, вот они как бы... Вот мы решили, что мы занимаемся вот этим. И больше ничем другим, ни на что другое мы не отвлекаемся. То есть, они не отклонялись от своего 20-мильного марша. И у них была четкая дисциплина, которая... То есть, они сдерживали себя в хорошие времена. Они не росли слишком быстро, сохраняя прибыльность и сохраняя свою культуру South-West. Они там... У них свои ограничения были определенные, да. То есть, количество пассажиров на рейсе, скорость, с которой самолет... Там у них, по-моему, норматив, по которому 20 минут на обслуживание самолета. То есть, самолет прилетает, выгрузил пассажиров, через 20 минут он... Он 20 минут на выгрузку и загрузку новых пассажиров и снова отправляется в полет. То есть, там на местных рейсах это актуально и важно. При этом, они 8 лет после создания... Они были созданы в Техасе. Они 8 лет не расширялись за пределы Техаса. И сначала, да, вот Техас, они расширялись по ближним этим самым, по ближним штатам. И в результате, там, сколько кризисов за это время произошло, у них прибыльность все время увеличивалась, увеличивалась и увеличилась. Вот стратегия 27-миллионных маршей. Интересно посмотреть, что вот прямо как раз мне, там, вот зная про эту компанию, мне стало интересно, а как они сейчас себя чувствуют. И вот в декабре 22-го года у них был такой масштабный кризис, связанный с погодой, с самыми разными условиями. И понятно, да, 22-й год, что у нас происходит. Они отменили за два дня больше 60% своих рейсов. И эти перебои с отменами, да, они были описаны как самые дорогостоящие, самые крупнейшие в истории авиакомпании США. Было отменено во время кризиса 15 тысяч рейсов. Это им обошлось, там, ну, примерно в яжь. Вот. При этом, да, несмотря на кризисы, связанные с пандемией, с погодой и так далее, и так далее, они совершенно нормально, спокойно. То есть у них запас ресурсов практически бесконечный. Именно из-за того, что они не стремились к быстрому, такому, поглощающему росту. То же самое, например, можно сказать про компанию ЗАР. Тоже, если интересно, есть неплохая книга про ЗАРу. 20 лет, вот из этой книги я с удивлением узнал, что 20 лет спустя, после открытия первого магазина, они еще до сих пор не вышли за пределы одного города. То есть 20 лет они развивались внутри одного города. То есть это был уже не один магазин, это уже была сеть, но она была внутри города. И расширение происходило на начальном этапе очень медленно, шаг за шагом. Они вырабатывали культуру, вырабатывали логистические связки, финансовую дисциплину, управление и так далее, и так далее. И только тогда, когда все было отлажено, как часы, тогда они начали сначала в пределах Испании, а потом за пределы страны начали расширяться. И тоже, опять же, несмотря на кризисы, да, вот была пандемия, было закрытие очень болезненно для многих ритейлеров. На самом деле, кто-то прям вообще очень тяжело пережил закрытие огромного российского рынка. Там рухнули прибыли у очень многих ритейлеров, прибыли рухнули кратно. Зара пережила нормально, совершенно спокойно. Сейчас они вроде как под каким-то там новым названием снова перезапустились у нас. Итак, вы, да, мы находимся в мире, в эпоху переживающем самую масштабную эпоху перемен за всю историю человечества. И вы не можете контролировать все, что происходит в вашей жизни. Но вы можете контролировать одну вещь. Прошли ли вы сегодня свой 20-мильный марш? А по мере того, как шаг за шагом вы будете двигаться к цели, у вас будет расти мотивация. Она будет двигать вас вперед, да, то есть вы будете видеть результат. Того, что вы делаете. И это очень сильно улучшает настроение. То есть когда ты делаешь что-то, и вот, то есть выгорание практически отсутствует. Если ты видишь результат, то есть есть такие, бывают такие ситуации, когда человек там 20 лет в стену долбит, 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 долбит. И потом раз и пробивает эту стену. Но если ты долбишь и не получаешь результат, да, то есть это такая ошибка выжившего. Огромное количество людей, да, долбили 20 лет в стену, и в конце концов просто так и сдохли у этой стены, так ее не пробили. А если у вас есть 20-мильный марш, да, вы результат получаете в любом случае. Вы его видите прямо на глазах, что вы его получаете. Теперь, как настроить 20-мильный марш? Вернее, давайте так. Понятно ли вот то, что я говорил до сих пор? Понятно ли вам сама концепция 20-мильного марша? Если понятно, напишите, что она понятна. Если есть вопросы, задайте вопросы. Удивительно, где-то недели три назад путем анализа уроков года радости пришла к одному из выводов. Не стоит раскидываться на всякое, даже если я себя отлично чувствую, у меня есть свободная энергия. Ну, так, логика, внутренняя логика курса, она так и устроена, так и работает. Окей, хорошо, идем дальше. Теперь, как его настроить? Прежде всего, нужно определить действие, которое действительно приносит результат. Очень часто бывает так, что люди делают какое-то действие, которое результат принести заведомо не может. И продолжают делать это действие годами. И очень сильно удивляют. Ну, как же так? Я же 20 лет это делал. Почему мне результат не получил? Ну, так, потому что делал действие, которое не приводит к результату. Дальше. Установить ограничения снизу и сверху. То есть, что вы не делаете ни при каких обстоятельствах. То есть, что вы делаете, что бы там ни было. То есть, солнце с этой стороны земли вышло сегодня. Значит, я там сижу и пишу сегодняшнюю новую. И ограничение сверху. Я же что-то писал вроде бы. Но что-то после 30-страничного запоя, что-то как-то текст не продвинется. А каждый день писать свои 2 или 3 страницы, у вас в конце года будет 600-900 страниц. Дальше. Отгородиться от влияния обстоятельств на время марша. То есть, я это делаю вне зависимости от того, что произошло в течение дня. То есть, неважно. Пьяный, трезвый, свадьба, похороны. Делаю и делаю. Дальше. Есть конкретные сроки, когда вы делаете действия. Ну, например, каждый день. Или каждую неделю. Или каждый месяц. В зависимости от масштабов этого 20-мильного марша. Ну, лучше каждый день, конечно. Дальше. Выполнение строго контролируется. То есть, я не ложусь спать, пока не сделал это. Если я решил, что я пишу продающее письмо каждый день, а уже 12 часов ночи. Как же так? Ну, не ложусь, значит, спать, пока пишу продающее письмо, отправляю, потом ложусь спать. И принято железное решение держаться плавно. То есть, есть какой-то мониторинг. Есть какая-то записная книжечка или календарь, где я четко контролирую, что вот я каждый день это делаю. И не ложусь спать, пока это не сделано. Но какие это могут быть премьер. Давайте посмотрим. У кого из вас есть цель, я просто знаю, что тут разные есть люди, у кого есть цель достичь определенного уровня доходов, у какого он у каждого свое, в коучинге, психотерапии, в консалтинге, то есть в чем-то, что вы делаете в консультациях один на один. Есть здесь кто-то, кто делает консультации один на один и зарабатывает консультацией. Если есть, поставьте плюсик. Сейчас мы вам настроим какую-то деятельность. Вот есть Ольга Макушина. Маргарита, Елена. Вот есть. Какое действие может приносить вам клиентов и давать цены? Ну, например, может продающие письма, может, например, пост каждый день, может, например, бесплатная консультация. То есть вы делаете каждый день бесплатную консультацию. У вас есть, например, конверсия из 10 консультаций бесплатных у вас, вы получаете в итоге одного платного клиента или двух платных клиентов. И вы, соответственно, каждый день 100 клиентов, 100 дней делаете 100 клиентов. Бесплатная консультация. Через соцсети приглашаете людей на консультации и день за днем, день за днем, каждый день делаете 100 диагностик. В итоге вы, как бы плохо вы это не делали, вы, во-первых, все равно будете со временем это делать лучше, 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 но вы через 3 месяца и 10 дней у вас будет какое-то количество клиентов. 10 клиентов у вас будет платно по той цене, по которой вы хотите. Дальше. У кого из вас цель достичь определенного уровня доходов, ну, какого-то, у кого-то там миллион рублей в месяц, у кого-то там 2 миллиона, 5 миллионов, 500 тысяч, введение тренингов, в обучении, в инфобизнесе. Есть у нас кто-то, цыгане, есть у нас? Если есть, поставьте полюсик, поставьте полюсик. Есть, да. Вот тут другой тип активности совершенно, да, то есть одна история, консалтинг, да, какой-то консалтинг или коучинг, или психотерапия, да, она как продается? Она постами, ну, продается, может продаваться, но все равно вам надо консультацию, через консультацию человека вести. Вот делайте 100 там, кто-то 50 делает, кто-то 100 делает бесплатных консультаций. Вот. Тренинги, как продаются? Тренинги продаются через бесплатные вебинары. Опять же, тоже посты, рассылки, это все работает, да, но то, что гарантированно приносит результат, это проведение бесплатного вебинара, проведение эфира. И, опять же, делайте задачу, например, там, провести 100 продающих вебинаров в течение 100 дней, да, то есть вы каждый день делаете продающие вебинары. У меня была девушка знакомая, которая, не буду говорить кто, известная достаточно инфо, довольно известная инфобизнесменка, бизнесвуменка. вот, и она никак не могла пробить там первый потолок в миллион рублей, и вот, значит, ей там коллега, прям при мне происходило на платиновой группе Парабелл, давно еще было, 14-й год, каждый день вести продающий вебинар. И она вот, окей, задачу поставили, как бы все пошла делать. И она каждый день вела продающий вебинар. Я говорю, а где людей-то брала? Ну, говорит, вот в ВКонтакте вела просто эфир. Я говорю, и что там? И были люди, говорит, ну, иногда было там типа два человека на вебинаре, три человека на вебинаре. Я говорю, что ты делала, когда три человека пришло на вебинар? Говорит, точно так же полноценно вела, да, двухчасовой продающий вебинар. Вот, она очень сильно прокачала навык ведения вебинаров, то есть она эфир, и после этого она эфир, да, можете себе представить, 100 эфир, три с половиной месяца. Она могла вести их уже просто из любого состояния, из любого места, в любой поездке, на любую тему, да, то есть этот там навык очень сильно был прокачан. И она миллион заработала к концу первого месяца. То есть, ну, где-то там даже не к концу, а типа там на 20-й день она заработала миллион, продавая-продавая курсы свои. Причем у нее чек был, там, 10 тысяч рублей, что ли. Недорогие курсы были. Вот, каждый день, да, вебинар каждый день. И, пожалуйста, вот эфир. Есть ли здесь писатели? Есть ли здесь кто-то, кто хочет достичь какого-то результата в написании текста? Тоже наверняка есть. Знаю, что не все, но многие, многие у нас здесь есть пишущие по понятным причинам. Что касается писательства. Тоже здесь все очень просто, да, то есть каждый день пишите там две или три страницы текста. И читайте сто страниц текста. Вот мой рецепт. Три страницы текста художественного пишите каждый день и сто страниц текста читаете. Вот вам 20-мильный марш для писательства. Все очень просто, да, то есть ничего больше не надо. Сидите и каждый день, каждый день пишите. И читайте художественный текст. При этом здесь очень важно, чтобы это было не просто лупить в стену, да, то есть, например, чтобы консультация продавала, это должна быть не просто консультация, да, это должна быть продающая консультация. То есть у нее есть там своя особая структура, ее можно найти без особого труда, да, то есть надо изучить вопросы, понять, как вести консультацию так, чтобы консультация продавала. Чтобы вебинар продавал, это должен быть продающий вебинар. Можно 10 тысяч вебинаров провести и не продать ничего, если вы на нем не будете продавать. Чтобы писательство приносило результат, нужно не просто писать три страницы херни какой-то и читать 100 страниц любого текста. Если вы будете просто читать 100 страниц условно Донцовой или Марининой, то вряд ли вы будете хорошие авторы, но если вы только их будете читать, вы свой уровень читательский повышать не будете. Соответственно, нужно не просто писать утренние страницы, фрирайтингом заниматься, а работать над улучшением качества текста. То есть все время следить за тем, чтобы у вас была какая-то динамика. Вот мои конкретно 20-мильные марши, они в разное время, я занимался разными вещами, и они в разное время я брался за какие-то... У меня не было такого понятия 20-мильный марш, но, например, когда я стал журналистом и учился быть журналистом, учился работать в газете, я писал заметку каждый день. У меня было жесткое правило. Каждый день, без выходных, без проходных, два или три года подряд, я каждый день писал по заметке. Я старался, но иногда бывало так, что, например, написал заметку, еще просят, дай мне формашку, позвони туда-то. От таких вещей я, конечно, не отказывался, но в целом, я стремился писать не больше одного текста в день. Соответственно, семь текстов в неделю, включая выходные, естественно. Писательство. Три страницы в день, сто страниц чтения. Сценаристика. Когда я штурмовал нашу киноиндустрию, я написал сто заявок. Я в итоге не сто написал, я в итоге написал, по-моему, девяносто девяносто четыре или девяносто три, вот где-то так, но очень близко к 100. Каждый день новая заявка и каждый день новая компания. Прокачивал навык и поиска компаний, кинокомпании, ведение переписки деловой, общения и написания заявок. То есть я заявку в какой-то момент, сейчас не знаю, утерян навык или нет. Хотя тут я как-то написал заявку, тоже сел, за пять минут написал. То есть это навык, который просто с закрытыми глазами садишься и пишешь заявку. Когда начинал, запускал инфобизнес, запускал мастерскую нашу, продающие письмо или продающий пост каждый день. Опять же, каждый день в обязательном порядке. Здесь важно, чтобы фокус был на действии, которые непременно приносят результат. Чтобы не было такого, например, я хочу стать сценаристом, поэтому я смотрю фильм каждый день или я читаю книги каждый день или прохожу тренинг каждый день. То есть действие, которое не приносит и не может принести результат, не является 20-мильным маршем. То есть это прям очень важно. Очень часто люди делают не то, что приносит результат, а то, что им нравится делать. Вот нравится мне кино смотреть, я буду смотреть кино и мечтать о том, что когда-нибудь я стану сценаристом. При этом я ни строки в день не пишу. При этом есть действие, которое дает ограниченный результат. Например, вы зарабатываете какое-то количество денег. А есть действие рычаг. Вот как я вам говорил, который с каждым повторением наращивает результат. Написали три страницы художественного текста, это навсегда. И они всегда, если это действительно хороший текст, оно всегда будет расти в цене. Соответственно, нужно искать такое действие рычаг. Что здесь важно? Резюмирую. Нужно быть уверенным в том, что вы каждый день делаете именно 20-мильный марш. Не делайте что-то другое, что вы не бьетесь головой в стену. То есть должен быть измеримый прогресс. Потому что здесь есть тоже ловушка. Иногда происходит накопление результата и кажется, что видимого процесса нет. а потом происходит скачок экспонента. Поэтому все-таки нужно найти способ каким-то образом измерять результат и видеть, что у вас есть какое-то движение. Дальше, когда параметры марша определены, нужно четко выдерживать 20 миль. То есть не 19, не 21, а именно 20. Даже если хочется сделать 19 или 20. 21. При этом важно не делать ничего другого. Когда вы понимаете, что надо делать, важно не делать другое, а делать только то, что приносит результат. Не отвлекаться, не сворачивать с пути. И теперь вот как все это относится к нашей с вами радости. То есть вроде бы это все про то, как достигать цели, как получать результат, как сворачивать горы. К радости-то это какое отношение имеет? Дело в том, что если марш выбран, выбран правильно, если он делается правильно, то уходит стресс. То есть появляется ощущение, что сегодняшнее дело сделано. Мне все равно, что происходит там где-то. В мире там рушится, взрывается еще что-то. Налоги какие-то ввели, ограничения там еще что-то. Мне все равно. Вот я делаю то, что я контролирую. Я получаю результат. У меня стресс уходит. Я делаю то, что от меня зависит. И когда сегодняшнее дело сделано, у вас появляется право отдохнуть. Проверка очень простая. Появляется ощущение, что сегодняшний день уже прожить не зря. То есть вот я пишу книгу, написал три страницы, встал, все ощущение, что блин, день не зря прожит. И обратно, верно и обратно. Если у вас нет 20-мильного марша, то что бы вы ни делали, у вас будет оставаться ощущение, что вы не сделали что-то главное. Что будет оставаться ощущение стресса. Такое тоже бывает. Что делаешь, делаешь. Уже 11 часов ночи. Уже спать давно пора. А ты думаешь, вот еще вот это сделаю. Вот еще это сделаю. Еще надо пост написать. Еще надо книжку прочитать. Еще надо лекцию послушать. Еще, еще, еще. Вот этот голод возникает тогда, когда нет правильного 20-мильного марша. И это очень опасно. Это прям может убить. Когда человек ставит задачу, там, 300 тренингов пройти в год, тысячу книг прочитать. Да, зачем? Ну, как бы это может быть. Может быть, конечно, это, если вы там тему осваиваете, например, какую-то. Но в целом, как бы, как это приближает вас к вашей цели. Проверить ощущение очень просто. Попробовать делать что-то другое. То есть вот вы делаете марш. Назначили. Вот я делаю это. Хорошо. А дай-ка я один день попробую вместо этого делать что-то другое. И прислушивайтесь к ощущениям. Вот если марш настроен правильно, после его выполнения возникает ощущение, что день прошел не зря. А если нет, то есть либо действие не то, которое надо. То есть цель понятна, а действие к цели привести не может. Либо действие то, что надо, но цель не та. То есть действие приносит результат, приближает к цели. Но цель не та. И вы чувствуете, что вы идете не туда, куда вам надо на самом деле. Вот я прям как раз периодически там тоже делаю цель. Не буду рассказывать про что. Но вот я прям проводил тест определенный в эти выходные. Я попробовал там другое что-то. Да, вижу, результат приносит. Прям сразу мгновенно результат приносит. Но к моим стратегическим целям отношения не имеет. Поэтому я там вернулся к своему плану, к своему 20-мильному маршу, который там медленно, но верно ведет меня к результату. Теперь вопрос я задам. Есть ли у вас, вот что для вас является таким действием ежедневным, после которого вы чувствуете, что день прошел не зря. Вот есть ли у вас такое действие, вот что это за действие, которое вы можете точно сказать, что вот это вот мой 20-мильный марш. Если я это сделал там с утра, у меня сразу же появляется ощущение, что день прям вот. А если не сделал ощущение, что дня как будто и не было, то это за действие. Если такого действия пока нет, так и напишите. Пока такого действия нет, соответственно, ну дальше и сидите, думайте. Вам задание искать и нащупывать такое действие. Может быть год пройдет, пока вы нащупаете, найдете это действие. Периодически менять, когда задача достигнута, цепь достигнута, надо менять действие, искать другое что-то. Так, можно такой марш организовать себе в формате одно действие не ежедневно, а 3-4 дня в неделю. Важно ежедневно. О, отлично, пошел торг. К чему ведет такой торг? Ну, к тому, что вы вообще не будете делать его. Вот и все. Можно, Ксения, конечно же можно. Попробуйте, попробуйте, а потом через месяц мне напишите. Я вам предскажу, что будет. Вы просто его не будете делать. То есть вы его попробуйте 3-4 дня делать, 3 дня попробуйте делать. На 4-й перестаньте, а потом через месяц вспомните. О, точно, надо же было делать что-то. Это мы проходили уже. Так, пока нет, когда пишу норму, написание полутора страниц, медитация, норма по тексту, постфк. В зависимости от вашей задачи, здесь чужой голову не представишь, чужое действие тоже себе не представишь. Публикую отчет, нет, проведены все уроки, обратные связи. Понятно, что если у вас нет, у меня там типа несколько проектов, у меня там 4 основных проекта. По каждому свои KPI, свои действия и так далее, и так далее. И соответственно, по каждому проекту у меня свой 20-мильный марш. То есть это единственное, что я не советую сразу же. То есть понятно, что я уже много лет в этой парадигме живу. И соответственно, там у меня были один, потом два, потом три, потом четыре. По физической активности свой 20-мильный марш, по написанию текстов свой 20-мильный марш, по мастерской свой 20-мильный марш, по соцсетям, то есть по разным проектам свои 20-мильные марши настроены. Как делать, если цели две в разных сферах, то параллельно два 20-мильных марша нормальные. Только надо сначала отстроить одно какое-то действие, а потом к нему добавлять что-то другое. Так, гимнастика, работы по контент-плану, этого недостаточно. Вот хорошее замечание, Татьяна, есть несколько действий. Спать 7 часов ежедневно, голова тогда хорошо соображает и силы нет. Понимаете, вот это то же самое, что есть каждый день. То есть сон, 7-часовой сон каждый день, да, это может быть, например, в том случае, если у вас нарушение сна и вам надо его отрегулировать. Вот это может быть 20-мильный марш. Если вы ставите задачу наладить себе регулярный сон, да, если сон налажен регулярный, дальше это не является проблемой, ну, это не надо контролировать. Да, например, у меня там, я рано встаю, да, соответственно, за счет чего это достигается? Достигается за счет того, что я рано ложусь. То есть я однажды отрегулировал раннее укладывание спать и, соответственно, да, все дальше оно работает. И за этим не надо следить, это не надо контролировать. Так же, как пробежки. Я изначально контролировал, сейчас мне не надо контролировать это на автомате физическая активность. Опять же, включается тогда, контроль включается, когда я меняю, например, физическую активность. Я сейчас хочу поменять один вид физической активности на другой, и, соответственно, сейчас у меня снова включенность идет в этом. Так, писать норму текста. Все понятно. Как вы вообще относитесь к множественности целей? Прекрасно отношусь. Ну, замечательно отношусь. Здесь дело в том, что нужно просто, они должны друг друга поддерживать. Это раз. Во-вторых, движение к цели не должно происходить одновременно. То есть они не должны конфликтовать друг с другом. Да, и в этом случае, как бы, я не очень понимаю, как, например, цель там по физической активности может противоречить цели, не знаю, написания художественного текста. Ну, они прекрасно друг друга дополняют. И то, и другое тоже нужно какими-то действиями, нужно их поддерживать. Другое дело, что очень часто люди, у людей эти цели, они начинают противоречиться, путаться. То есть, ну, как бы сначала одну цель отслеживаешь, потом к ней добавляешь вторую, третью, там, четыре цели совершенно спокойно можно делать. И еще одна такая вещь. Помните, мы говорили на практической магии, мы говорили о зонтичных целях. То есть очень часто, если у вас, например, возникает большое количество целей, и они начинают конфликтовать между собой, вы не можете разобраться, а что же я хочу. Заработать или пройти курс какой-то, или замуж выйти, или из города уехать. Чаще всего есть какая-то цель, которая одним махом закрывает все ваши цели. И эта цель чаще всего связана с изменением работы. Например, там, в какой-то момент для меня уехать, у меня было и такие цели, и сякие, и вот такие, и друга найти, и книжку там прочитать, и кто-то поучиться, и денег заработать, и еще что-то, и с девушкой познакомиться. Куча-куча всего, вот все цели. Как они, как их все решить, все эти цели, как их всех достичь? Да очень просто. Уехать из Сямжи в Волонду. Я уехал, и одним махом решил все проблемы сразу. Потом опять накопилось какое-то количество целей. Одним махом я уехал в Москву, решил все проблемы. Но дальше Москвы уже ехать нет. Здесь уже как бы вершина цивилизации достигнута. Центр цивилизации достигнут. Вот в этом случае чаще всего, если цели конфликтуют, скорее всего, есть какая-то, так называемая, я ее зонтичная цель называю. Почему? Потому что она как зонтиком накрывает все. Вот вы эту задачу, этой цели достигаете, у вас все остальные ваши цели решаются сразу же. Чаще всего это переход на другой уровень, либо с работой, либо с жизнью. Ну, куда-то переехать, куда-то физически переехать. Иногда бывает так, что там близкий человек какой-то, условно говоря. Ну, я тут сразу же говорю, что я не семейный психолог, и мои советы в этом отношении нерелевантны. Но в какой-то момент развод с женой, с предыдущей, решил сразу все мои проблемы. То есть куча-куча каких-то жизненных сложностей, проблем накопилось. И я понял, что в какой-то момент, да, что все эти проблемы, они просто из-за того, что у нас семья фактически перестала существовать. А мы продолжаем ее пытаться, уже несуществующую на самом деле, де-факто уже там два года несуществующую семью, мы пытаемся реанимировать какими-то соплями, склеить. Сейчас не работаю врачом, немного поволонтерила, проконсультировала студентов в одном вузе по просьбе знакомой. Ощутила просто... Очень хорошее замечание. Вот смотрите, когда у вас есть отстроен, хорошо отстроен 20-мильный марш, например, я делаю то-то, то-то. Все, вот я делаю это действие, я знаю, что я написал три страницы текста, и все нормально. Я и деньги заработаю этим, и самореализация у меня творческая пойдет как надо, да, я все абсолютно свои желания, цели, стремления, я этим действием закрываю. Да, и в этом случае я в охотку могу все что угодно сделать. То есть, ну, пойти лекцию куда-то провести, вот просто с удовольствием ради. Вот я сегодня там пойду тоже лекцию читать на программу, как-то программа автора называется, от фонда кино. Вот меня пригласили там прочитать лекцию, окей, я вот сегодня схожу, я даже от гонорара отказался. Почему? Просто в свое удовольствие, да, то есть я могу себе позволить свободное от своей программы время, да, сходить на пару часов, провести лекцию какую-то. Да, с физической активностью то же самое взял и пошел, не знаю, в баню на три часа. Да, то есть легко, если налажен 20-мильный марш, он позволяет легко отклоняться от цели, от действия. И, например, если вы пропускаете день-два, опять же, да, вы, ну, пропустил, и что, ну, окей, дальше вы снова спокойно возвращаетесь к своему 20-мильному маршу и идете дальше. Так, если проектов три, по каждому должен быть шаг. Да, совершенно верно. Регулярный сон для меня был бы шикарным 20-мильным маршем. Ребят, вот смотрите, вы как бы путаете действия, которые ведет к цели и ликвидацию проблемы какой-то. Ну, например, есть какая-то проблема, я слежу там, ну, у меня есть там определенные задачи по здоровью. Вот, и, например, у меня был период в моей жизни, когда я курил очень много. Я курил там три пачки в день. И я параллельно пытался еще заниматься здоровьем своим. Кунг-фу занимался, йогой занимался, там еще какими-то, медитацией занимался. Потом я в какой-то момент подумал, я занимаюсь какой-то херней. Да, то есть есть действие, которое мне очень сильно вредит моему здоровью. Это курение. И, соответственно, пытаться это все какими-то нивелировать леденцами, да, это все ни к чему не приведет. Соответственно, нужно решать проблемы. Это не движение к цели, да, это ликвидация препятствий, ликвидация проблем. Я бросил курить, это сложно семье моей далось, тяжело, ну, вы понимаете, да, то есть никотиновое голодание, это тяжело для окружающих очень сильно. Я в итоге закодировался просто от курения и, в конце концов, нашел, как бы, перепробовав все, нашел средство, которое принесло результат. Это кодировка, все, дальше, вот я уже там 20, 20, сколько, нет, ну, скоро 20 лет уже, как не курим. 30 лет я выкурил последнюю сигарету, вот весной будет, весной будет 20 лет, как я не курю. С основным то же самое, да, то есть, если вы будете спать, это не будет приближать вас к цели вашей, но если вы не будете спать, да, это будет затруднять вам приближение к вашей цели. Если там с питанием проблемы какие-то, опять же, это вас к цели не приближает, опять, вы путаете действие, которое ведет вас к цели и решение какой-то проблемы, которая мешает вам приблизиться к цели. То есть это надо решить проблему, а потом дальше найти действие, которое ведет вас к цели. Итак, вам домашнее задание на эту неделю – отладить свой 20-мильный марш. То есть понять, найти, какое действие вас приведет к цели. Следующее занятие будет достаточно сложное. Сейчас я гляну, понятно ли вам домашнее задание. Если понятно, напишите понятно. Если есть вопросы, задайте вопросы. Сейчас я гляну, сколько у нас до... До Нового года. Раз, два, три. 25-го у нас будет новогодний, наверное, эфир. Предновогодний, итоговый. Еще одну сложную тему вам дам и одну полегче. Понятно ли домашка? Напишите в чате. Есть. Все. Если вопросы есть какие-то, то задавайте. Так, еще раз напоминаю, друзья, сценарий полнометражного фильма. Набор идет полным ходом. Самодисциплина для писателя и сценариста тоже. Набор идет полным ходом. И с 1 января мы начнем. Все. Спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok